Известно, что интеллектуальные викторины популярны среди школьников и студентов, но только не по исторической тематике. В этом Брей-ринге, где ценятся не только хорошие знания, но и быстрота реакции, молодежная команда заявилась только одна. Она так и называется – молодежка. А конкуренты у нее более чем серьезные. Команда из общественной палаты. От малого и среднего бизнеса сразу две команды «Опору России» и «Нежный бизнес». От многофункционального центра «Команда Единства». Этот Брей-ринг организован в честь наших 400-летних мытищин. Первое упоминание в летности. Поэтому мы с вами участники исторического события. Я думаю, что наши потомки будут смотреть по первому мытищинскому этот замечательный Брей-ринг и вспоминать нас добрым словом. Инициатором игры выступила общественная палата округа и мытищинский историко-художественный музей. Несмотря на серьезную конкуренцию, сама игра носит скорее не соревновательный, а просветительский характер. В последнее время в мытище приезжает очень много новых жителей, наш город растет. И мы убедились в том, что далеко не многие знают историю нашего города и не знают, на какой богатой истории земле они живут. Кажется, что основные исторические вехи известны все. Это и организация сбора налогов по рекам, то есть мыта, от которого произошло название мытищи. Это строительство Екатериненского водопровода. Позднее в первой стране метровагон МАШ, а еще позднее участие в космической программе. Но есть и многое другое, чем можно гордиться. И, конечно, это нужно знать. Откуда мы пошли, где мы находимся и куда нам идти. Известно, что непомнящие своей истории действительно похожи на слепцов, особенно в век информации. Информации сегодня много, но ей надо уметь пользоваться. А историческая информация должна быть самой точной, без намеренных искажений. Вопросы для этой игры готовили сотрудники историко-художественного музея. Готовили все вместе, потому что вопросов немало. И сейчас они помещены вот в эти забавные матрешки. И эти матрешки отнюдь не простые орешки. Например, такой вопрос. Какое отношение имеет один из героев Куликовской битвы к селу Тайнинскому? А оказывается, селом в конце 14-го столетия владел Владимир Серпуховской, двоюродный брат Дмитрия Донского, прозванный Храбрым. В легендарной битве он возглавлял полк правой руки, командовал засадным полком. Так и переплетена история страны с будущим царским селом Тайнинским. А сегодня с историей самих мытищ. И лучшие познания в этой игре показали как раз члены общественной палаты. Сказался их опыт и бережное отношение к истории, без которой, как известно, нет будущего.